Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Меня зовут Сергей Сергеевич Подшибякин и сегодня мы с вами поговорим о финансовой грамотности. Финансовая грамотность в нашем современном обществе стало достаточно популярным понятием, но почему-то до сих пор не все понимают, что это такое и зачем она нужна. И сегодня я хотел вам рассказать, зачем каждому из нас независимого пола, возраста, социального положения необходимо знать некоторые нюансы финансовой грамотности. Итак, начнем с самого простого. Что же такое финансы? Финансы это в первую очередь деньги. Ну, что такое деньги, вы, наверное, знаете. Это такие замечательные бумажки, на которых написано доллары, евро, рубли и так далее. И независимо от того, где вы живете, чем вы занимаетесь, вы в любом случае с деньгами имеете какое-то общение. Так вот, важным моментом финансовой грамотности, прежде чем вообще начать разбираться с ее основами, нужно понимать, что умение зарабатывать и тратить деньги приобретается нами на протяжении всей нашей жизни. Соответственно, первое и, наверное, самое главное, о чем я вам хотел сказать, это то, что деньги крайне не любят эмоционального к себе отношения. Деньги не любят, когда вы относитесь с ним к эмоциями. Неважно, с хорошими или с не очень хорошими. В любом случае, радоваться или грустить по поводу денег не стоит, по крайней мере очень сильно. Поэтому, если вы хотите, чтобы с деньгами у вас было все хорошо, приучите себя как можно менее эмоционально реагировать на любые ситуации с ними связанные. Это первое. Второе. Финансовая грамотность так или иначе подразумевает умение считать или рассчитывать какие-либо траты, умение апеллировать какими-то вашими финансовыми ресурсами. И здесь второй момент, про который хотелось бы с вами сегодня поговорить, это то, что деньги это ресурс. Такой же, как и все остальные ресурсы на Земле. Так же, как воздух, так же, как вода. Он нам зачем-то нужен, и мы можем научиться правильно его распределять. Для этого нам нужно научиться считать. Наверняка у вас у всех в школе был урок под названием математика. Так вот, финансовая математика, это точно такая же математика, только про деньги. И обратите внимание, что она не всегда связана с какими-то сложными экономическими понятиями. И умение считать деньги напрямую связано с умением считать цифры, из которых они состоят, но не обязательно состоит только из этого. Умение правильно распределять бюджет, умение правильно оценить ту или иную сумму будущих покупок, будущих трат или наоборот какой-либо входящий поток в ваши карманы, это непосредственно связано просто посчитать какие-то цифры. Но с этим неизменно будет связано и ваши к этому эмоциональные отношения. В связи с этим финансовая математика и математика это два очень близких, но тем не менее разных понятий. Давайте немножко раскроем суть этих двух моментов. Во-первых, если вы просто хорошо умеете считать, это совершенно не означает, что это поможет вам заработать или наоборот каким-то образом накопить или сохранить большие суммы денег. Но вы, по крайней мере, обладаете тем навыком, которым для этого совершенно необходим. Если вы не умеете считать, даже на калькуляторе, вам придется пользоваться чьей-то помощью. А ваши деньги это ваши деньги и за вас их никто считать не будет. Точно также, если вы хотите обучить этому ваших детей, то базовые знания по математике они обязательно должны иметь. И это то, чему я советую учиться абсолютно всем. Хотя бы базовые вещи, касаемо таблицы умножения и базовые вещи, касаемо сложения и вычитания каких-то не очень больших чисел желательно, конечно, в уме. Чем быстрее и эффективнее будете это делать, тем проще вам будет принимать финансовые и другие решения. Что сказать еще о финансовой математике? Это то, что в отличие от обыкновенной математики, где мы считаем простые цифры, когда мы просто складываем 2 плюс 2, для нас это ничего не значащее понятие. Когда речь заходит о деньгах, у нас все становится немножко сложнее, потому что эти деньги каким-то образом в нашу жизнь попали. И таким же каким-то определенным способом они из нашей жизни уйдут. Если вы что-то заработали, это уже не просто цифра на вашем кошельке или на вашем банковском счете. Это какое-то выражение вашего труда, просто облеченное в цифры, в данном случае эквивалента денег. Точно так же, когда вы тратите, вы не просто смотрите на цену какого-то товара или продукта, вы оцениваете, что он может принести в вашу жизнь. Таким образом, финансовая математика, в первую очередь, связана с правильным распределением не только цифр на кулькуляторе или цифрах в вашей голове, но и с правильным распределением эмоционального отношения к этим самым цифрам. Поэтому, когда вы начинаете считать, не лишним будет еще немножко уделить внимание тому, сколько эмоций вы в этот счет вкладываете. Прежде чем совершить какую-либо покупку, остановитесь на одну секундочку, подумайте внимательно, а действительно ли вы хотите это сделать. И, соответственно, это в вашу жизнь принесет мой любимый вопрос под названием «Зачем?». Правильно задавая себе вопрос «Зачем?», вы можете от очень многих проблем себя уберите. Третий момент, о котором с вами сегодня хотелось поговорить, это как раз таки о том, что деньги – это ресурс. Деньги – это ресурс конечный, это ресурс возобновляемый, потому что мы их зарабатываем, мы их тратим, мы их получаем в подарок, мы их передаем друг другу, одалживаем, возвращаем долги и так далее. Так вот, к деньгам нужно относиться именно как к ресурсу, с пониманием того, что он у вас может быть в момент времени, может отсутствовать, но вы обязаны понимать, как он к вам приходит и как он от вас уходит. Если вы планируете для себя успешную жизнь, вы должны понимать, каким образом финансы могут в нее попадать и какими способами они из нее могут уходить. Ну, самый простой пример, что вы наверняка работаете, либо, может быть, ваши родители работают, либо, может быть, ваши знакомые работают, если вы никогда не занимались трудовой деятельностью. И вы понимаете, что деньги можно заработать. Ну, на что потратить, я думаю, что знают абсолютно все. Мы с малого возраста привыкаем ходить в магазины, покупать себе какие-то приятные товары, ну, самое банальное – ходить за продуктами, покупать хлеб, молоко и так далее. Так вот, правильное отношение к деньгам, именно как к ресурсу, поможет вам сделать эти покупки приятными, полезными, да еще и эффективными с точки зрения вашего бюджета. О бюджете мы поговорим немножко позже. И именно понимание того, что деньги – это ресурс, нас подводит к другому понятию, к такому, как экономии. В нашей стране не очень принято разговаривать о деньгах. И, как правило, экономить люди начинают тогда, когда они уже у них кончаются. Так вот, экономить или правильно считать деньги нужно с того момента, когда вы собираетесь вообще начать с ними какие-то операции. А лучше учить этому себя и всех своих знакомых с самого-самого раннего возраста. Если вы только сейчас об этом задумались, самое время именно сейчас начать экономить. Это не значит, что тут же нужно затянуть пояса, прекратить любые траты и так далее. Это значит, что просто нужно разумно начать относиться к тому ресурсу, который есть в вашей жизни. Мы же с вами не едим больше, чем нам требуется. Ну, обзорство – не очень хорошая привычка. Точно так же, как и мы не можем с вами спать больше, чем нам требуется. Так вот, с деньгами ровно то же самое. Вы не сможете заработать больше, чем вы можете осознать, понять и вообще больше, чем вам нужно. Точно так же и потратить. Лишнего будет не очень хорошей мыслью. Это, кстати, к вопросу про кредиты, долги и так далее, о чем мы тоже с вами немножко позже поговорим. Так вот, как же правильно научиться экономить или распределять этот самый важный ресурс под названием деньги? Для этого есть очень простое экономическое понятие, которое наверняка многим из вас знакомо. Называется оно бюджет. Что такое бюджет? Бюджет – это баланс между вашими доходами и расходами. Всего две цифры и элементарное математическое действие между ними под названием вычитание. Мы что-то зарабатываем, после этого что-то тратим, получаем какой-то итог. Бюджет может быть всего трех типов. Первое – дефицитный, когда мы заработали меньше, чем потратили. Второе – профицитный, когда у нас еще что-то осталось. И так называемый нулевой или балансный, когда мы заработали и все потратили. В большинстве случаев люди живут, как правило, по принципу «трачу столько, сколько хочу», соответственно получают по итогу ноль. А иногда еще берут кредиты. Получается отрицательных значений по итогам этого замечательного наше математическое действие. И получаются долги, из которых иногда бывает не очень легко выбраться. Поэтому я вам советую, прежде чем вообще начать какие-либо финансовые планирования, какие-либо действия и принять каких-либо решений, научиться правильно вести бюджет. Это совершенно несложно. Все, что вам для этого потребуется – это просто сделать простое математическое действие. В тот момент, когда к вам на банковский счет или в кошелек попадают какие-либо финансы, записать их себе в доходы. После того, как вы собираетесь что-либо потратить и уже приняли это решение, записать это себе в колоночку «расходы». Таким образом, вы подведете элементарный баланс своего бюджета и поймете, к какому итогу вас это приведет. Казалось бы, очень простая операция, но ее, к сожалению, делает очень небольшое количество людей вообще из всего населения Земли. А в нашей стране так и подавно, поскольку у нас это как-то не очень принято в культуре. Говорить о деньгах пока еще мы только учимся. Таким образом, введение бюджета – это очень важная часть финансовой грамотности. И сегодня хотелось еще вам пару советов дать по поводу того, как можно ввести бюджет. Наверняка многие из вас, если не ввели никогда бюджет, относятся к первой категории, которая я называю введение бюджета как попало. Что-то получили, что-то потратили, абсолютно за этим не следим и периодически обращаем внимание, что денег не всегда хватает на то, на что хочется. Это то, как живет большинство людей земного шара, что-то зарабатывают, что-то тратят, за этим совершенно не следят. Как правило, это первый путь к каким-то финансовым проблемам, потому что может случиться так, что вы можете случайно потратить больше, чем собирались, например, если вы пользуетесь кредитными картами, либо вы можете совершенно не понимать, в какой реальной финансовой ситуации вы находитесь, просто потому что вы не знаете, сколько у вас денег бывает в момент времени. Есть деньги в кошельке – хорошо, нет денег в кошельке – грустно, но если за этим совершенно не следить, то и контролировать это будет очень сложно. Второй принцип – это так называемый принцип «планируем и считаем». Это то, о чем мы с вами начали говорить. В идеальной ситуации записывать все свои поступающие средства в виде доходов и в идеале все свои будущие покупки, траты, какие-либо расходы планировать заранее. Например, все мы покупаем продукты, нам всем надо кушать, мы ходим в магазин и, соответственно, можем запланировать для себя эти траты. Если вы просто посчитаете, сколько вы тратите денег на продукты, вы сможете простым способом высчитать, какую часть своего реального бюджета вы тратите на такую замечательную сферу своей жизни, как еда. Если у вас есть дети, вы можете посчитать, сколько вы тратите на детей. Если у вас есть автомобиль, можете посчитать, во сколько вам в месяц обходится автомобиль, за который, казалось бы, вы уже выплатили какие-то требуемые средства, когда его покупали. На самом деле автомобиль – это достаточно дорогое для удовольствия, но про это, если захотите, может быть, как-нибудь расскажу позже. И есть еще один способ введения бюджета, он называется фондирование. Он немножко увеличивает, скажем так, сложность предыдущего способа пропланирования. Это то, как ведется бюджет большинства развитых стран или крупных каких-то корпораций. Это делается очень простым способом. Рассчитывается бюджет каких-либо поступлений, то есть рассчитывается все доходы, которые планируются получить в определенный период времени, и эти доходы распределяются по так называемым фондам, то есть по нескольким сферам, в которые они должны быть вложены или потрачены. Например, есть определенный фонд, допустим, продуктов питания, и мы планируем, что мы в него хотим вложить определенное количество средств не более определенной суммы. Можно меньше, больше не рекомендуется. Точно так же, если вы рассчитываете семейный бюджет и можете рассчитать, допустим, фонды еда, одежда, дети, развлечения и так далее. Также обычно в принцип фондирования я всегда предлагаю вкладывать еще такую сферу, как экономия, то есть так называемый фонд богатства, фонд на какие-то непредвиденные расходы. В него рекомендуется относить не менее 10, а лучше 15 процентов общего бюджета. Чем хорош принцип фондирования? Он очень легко отслеживает вашу, скажем так, ваше движение бюджета в процессе достаточно длительного периода времени, то есть, допустим, если его распределять на несколько месяцев, вы точно по месяцам сможете понять, на какую сферу своей жизни вы тратите больше, чем хотелось бы, либо наоборот, в какую сферу вы относите больше денег, чем на самом деле успеваете распределить. И бюджет, распределенный по фондам, идеально планировать на год или хотя бы на квартал. Если вы посмотрите, как живет наше государство, как планирует экономику, то по всем сферам экономики распределяются определенные как раз таки средства. И, как правило, освоение или неосвоение этих средств означает, что бюджет на следующий год будет принят с какими-то корректировками. Точно так же и вы в своей семье можете принимать решение увеличить, например, фонд пищи, если он вам требует каких-то больших затрат. Или, например, в вашей семье появился еще один ребенок. Логично, что фонд трат на детей у вас увеличится. Либо, например, вы захотели отказаться от автомобиля и начать пользоваться общественным транспортом. Этот фонд у вас может перестать приносить пользу и, соответственно, деньги из него могут быть распределены по другим, соответственно, фондам. Таким образом, принцип фондирования поможет вам ввести бюджет комфортно и с перспективы на достаточно длительное время. О чем еще хотелось поговорить сегодня? Это долги и кредиты. Долги и кредиты бывают, как мы их иногда называем, хорошие и не очень хорошие. Как правило, долг и кредит – это ситуация не очень приятна эмоционально, потому что брать в долг всегда приходится по каким-то не очень приятным причинам, либо, может быть, по какому-то сильному эмоциональному всплеску. Если вам вдруг захотелось совершить какую-то покупку, а у вас нет на нее средств в вашем бюджете, вы можете их откуда-то одолжить. Например, взять в долг у друзей. Но вы всегда должны помнить, что долги должны отдавать. Моя бабушка когда-то давно-давно, еще когда я был маленький, сказала очень интересную фразу, которую до сих пор помню и в том числе активно ее рекомендую тем, кто у меня спрашивает про финансы. Это то, что в долг мы берем чужие, отдаем свои. Это очень важная деталь, потому что чужие деньги мы не видели и не воспринимаем их как тот самый ресурс, который относится к нам. Поэтому в долг взять очень легко. Отдавать бывает иногда крайне трудно, хотя бы потому, что долг не всегда считается нами как что-то, относящееся к нам. То есть, вроде бы взяли средства, они уже потрачены, денег уже нет, потому что мы их уже куда-то потратили, вложили. Таким образом, у нас этого ресурса уже нет и мы не отслеживаем, что нам его необходимо восполнять. Таким образом, мы себя, скажем так, помещаем в ситуацию некого отрицательного баланса, а наш мозг не привык мыслить отрицательными цифрами. Либо что-то есть, либо чего-то нет. Что такое должен? Мозгу это понять достаточно трудно, из-за этого очень тяжело бывает отдавать долги. Обратная ситуация долгов это кредиты. Кредиты, в отличие от долгов, это что-то еще более сложное, потому что кредиты мы, как правило, берем в банках под большой или не очень процент и за пользование этими средствами должны заплатить еще дополнительно. Возможно, вы и в долг берете под какие-либо проценты, я не знаю ваших ситуаций, но обычно в долг, как правило, люди друг у друга берут и возвращают там одну сумму. Банку же придется за это заплатить еще и проценты. Таким образом, если вы берете кредит на траты и не планируете от него получить какой-либо пользы в моменте сейчас, этот кредит может стать для вас не очень приятной, скажем так, ношей, потому что процент на него капающий будет для вас дополнительным, соответственно, дополнительной тяжестью и дополнительным эмоциональным отрицательным, скажем так, действием. Потому что платить больше, чем вы брали, это не всегда приятно и более того, иногда очень-очень грустно. Особенно, если это касается каких-то микрокредитных, о чем я, честно говоря, не рекомендую вообще никому. Соответственно, хорошие кредиты берутся на какие-то действия, которые для вас являются крайней необходимостью. Например, на улучшение жилищных условий, на новый автомобиль, который вам действительно нужен. Но прежде, чем взять кредит, вы должны подумать дважды, а то и трижды и посоветоваться с людьми, которые действительно разбираются в этой сфере, если вы сами не разбираетесь в кредитах. И прежде, чем взять какой-либо займ, неважно, у друзей или даже у банка, вы должны внимательно разобраться с той ситуацией, в которой вы в данный момент находитесь. И помнить, что кредит это не решение вашей проблемы и не решение вашей ситуации. Это временная мера, которая может ее облегчить. И решать вы ее будете просто не сегодня, а завтра. И вы можете сделать себе не очень приятный подарок себе завтрашнему и получится ситуация, в которой вы можете, скажем так, оказаться в еще более худшем положении, чем сейчас. Поэтому первый пункт, о котором мы с вами сегодня говорили, уберите эмоции из финансовых решений. И прежде, чем брать как раз таки кредиты, о чем я начал говорить, внимательно читайте договор. Внимательно читайте договор с банком, внимательно читайте те обновления каких-либо информационных данных, которые могут быть не унесены и внимательно следите за финансовыми новостями, если вы уже каким-то образом попали в кредитную ситуацию. Например, вот буквально вчера в новостях была новость о том, что наш президент принял решение о запрете процентов дополнительных на кредитные обязательства. Я не готов сейчас давать компетентную оценку данному решению, но мне кажется это однозначно правильным решением для тех людей, которые сейчас не могут дополнительным образом каким-то для себя облегчить эту ситуацию. Поэтому государство о вас думает, государство идет вам в том числе на встречу, если вы уже попали в ситуации кредитов, но это совершенно не снимает с вас ответственности. Помните, что ваши финансы это ваше дело. Ну и немножко дополнить хотелось бы как раз таки про эмоции тем, что у нас мир активно развивается. Мы с вами сейчас живем в очень-очень динамично развивающемся обществе, в котором огромное количество новостей к нам приходит каждый день. И не на все новости надо реагировать каким-то образом. Допустим, каждый день меняются курсы валют, каждый день меняется цена на нефть, каждый день меняются цены на бензин, на продукты питания и так далее. Вы должны приучить себя не реагировать на это слишком эмоционально, потому что цены все равно будут расти или падать, а вы останетесь с собой. И три важных совета, которые я хотел бы дать абсолютно всем людям, которые хотят иметь успех с финансами. Первое. Никогда не поздно учиться. Вы всегда, в любой момент, в любом возрасте можете научиться чему-то новому, в том числе и финансовой грамотности. Вы можете научиться правильно распределять свои финансы, правильно вести бюджет. Можете научить этому своих друзей, знакомых, семью, детей и так далее. Никогда не поздно учиться ни в каком возрасте. И не стоит стесняться, если вы чего-то не знаете. Вы всегда можете обратиться к специалистам, либо всегда можете спросить советы у людей, которые уже были в подобных ситуациях. Второй совет. Все делают ошибки. Мы живые люди, мы не роботы, не компьютеры. Мы ошибаемся. Мы делаем неправильные действия, мы совершаем неправильные, мы совершаем неправильные действия, опять же, мы принимаем неправильные решения. Ошибаются абсолютно все. Важно учиться на этих ошибках. Если вы один раз сделали какой-то неправильный шаг по отношению к своим финансам, взяли, например, плохой кредит и очень долго и с трудом его выплачивали. Наверное, должно стать это хорошим уроком для того, чтобы в следующий раз такой кредит не брать. Если вы один раз кому-то одолжили денег, а вам этот долг не вернули, это может стать для вас хорошим уроком, что этому человеку, может быть, в следующий раз не стоит давать в долг. Поэтому не стесняйтесь учиться, не стесняйтесь ошибаться, но учиться на этих ошибках. И третий совет, это как раз таки про меняющийся наш мир. Мир будет меняться вокруг вас всегда. Важно, что вы успевали меняться вместе с ним. И у нас могут наступать какие-то хорошие времена экономические, какие-то плохие времена экономические. Важно не то, что происходит вокруг вас. Важно, что вы делаете в этом мире. Поэтому не стесняйтесь учиться, развиваться, принимать правильные решения и задавать правильные вопросы, и учить этому своих детей. С вами был Сергей Подшебякин. Немножко о финансовой грамотности. Спасибо большое за внимание.